Привет, красотка! И да, название этого видео такое интригующее, немножечко опасное. Что за бьюти ошибки, которых не нужно повторять? Дело в том, что я решила открыть новую рубрику на моем канале, в которой буду показывать, как надо делать и как не надо делать. Мне кажется, что это очень показательное такое видео, концентрат полезной информации, потому что я сегодня разберу аж 10 распространенных бьюти ошибок, и действительно, хоть одну из них ты, я думаю, совершаешь. Так что обязательно оставайся со мной, если хочешь узнать новенькое, полезненькое бьюти информации и смотри это видео до конца, потому что в конце конкурс! И мы начнем с 10 ошибки, двигаясь к первой. На самом деле, ранжировать ошибки немножечко странно, потому что, если это ошибка, то как бы, ну вот это ошибка. Но все равно, на первые места я постаралась поставить самые такие, знаете, грубейшие ошибки. И 10 место сегодняшнего хит-парада занимает ошибка сушить волосы феном под прямым углом. В принципе, сушить волосы феном, конечно, не супер-то полезно, но мы уже говорим не об этом. Почти каждая девушка, мне кажется, сушит лицо феном. Лицо, супер-класс, лицо. Конечно, оно же мокрое такое. То, что сушить волосы вниз головой, это, знаете, такая универсальная формула объема, это, конечно, да. Но вы наверняка упускаете очень важный момент, а именно угол попадания воздуха из фена на ваши волосы. Он должен идти сверху вниз, чтобы закрывать кутикулу, а не превращать ее в щетину. Так что, если вы сушите волосы примерно вот так вот, или еще хуже снизу вверх, то, девочки, прекращаем. Следующая ошибка, это удалять излишки туши с помощью самого тюбика. Или же, если вам кажется, что наоборот тушь заканчивается, то что вы делаете? Вот так вот. Такими движениями вы только запускаете внутрь тюбика больше воздуха. И поздравляю, это высушивает тушь намного быстрее. И она быстрее приходит в негодность. Поэтому больше этой красотки не делайте. И ровно то средство, которое вы взяли из туши, используйте до конца. И если вам кажется, что вам не хватает, то еще раз окуните тушь, поразитесь там по стенкам, попытайтесь что-то сделать. Но не нужно делать вот этих вот странных движений. На восьмое место я ставлю ошибку скрабировать лицо по утрам. Нет, скраб для лица, скраб для тела. Скраб, в принципе, как продукт, это невероятная вещь. И пользу от нее тяжело переоценить. Но, если вы делаете скраб с самого утра, а после этого хотите наносить макияж, то смотрите, что мы сделали. Раскрабировав кожу, вы раскрыли все поры, сняли пару слоев мертвой кожи, а потом на все это нанесли тональную основу. В наши только что очищенные поры мы занесли тональную основу. И в итоге заново произошла их закупорка. Так что такая фраза, как пилинг лица для нанесения идеального тона, в принципе, невозможна. Она как бы противоречит само себе. На седьмое место я ставлю ошибку, которую достаточно тяжело понять без ее подробного описания. Так что не пугайтесь, если вы сейчас по названию не поймете. Игнорирование основы продукта. Если ваш тональный крем на водной основе, то он никак не будет работать с праймером, который вы нанесли перед тональным кремом, на силиконовой основе. То есть эти две основы, они просто будут скатываться друг об друга. Возможно, вы замечали такой момент. После нанесения хорошего крема, вы наносите хороший тональник. Но тем не менее, через полчаса у вас будто бы скатываются кусочки продукта. И непонятно, что это, крем или тональный крем. Все в общем в одно. И тон на лице смотрится уже не так идеально. Да более того, он может вообще не нанестись. Он может начать скатываться сразу же при нанесении. Поэтому для лучшего эффекта всегда соотносите состав тона и праймера. И подбирайте водную основу к водной, а силиконовую к силиконовой. Шестая ошибка это использовать водостойкую тушь на постоянной основе. То есть использовать ее абсолютно каждый день. Во-первых, ответьте себе на вопрос, зачем вы это делаете? Потому что смысл водостойкой туши в том, чтобы максимально тушь держать на ваших ресницах. А в принципе, для ежедневной носки, если вы, конечно, постоянно не плачете, либо вы не профессиональный пловец, вам это не нужно. Давайте еще парочку аргументов. Она, конечно же, пересушивает наши реснички. Но самое главное, при снятии макияжа, вы прекрасно понимаете, что эта тушь не смывается водой, не смывается даже мицелляркой. И вам приходится использовать какое-то двухфазное средство. Еще и тереть глаза до сумасшествия, что, конечно же, приводит к истощению самих ресниц. Еще и вытрете вот эту вот зону, которую лучше вообще никогда не тереть. Ну, в общем-то, понимаете, да, что лучше использовать водостойкую тушь тогда, когда это прям супер необходимо. Вообще, это как средство, гениальное изобретение. Если вы знаете, что вам нужно сегодня от и до прям 24 часа, ну нет, 24 я не советую, хотя бы 12 часов проходить с тушью, чтобы она у вас не отпечаталась нигде, ничто с ней не было, или вы знаете, что вы будете плакать сегодня, там, свадьба, подруга, день рождения, что-то еще, то да. Но на каждый день не имеет смысла. Следующая ошибка, это перегревать щипцы и утюжки для волос. Этим грешат, кстати, многие. Девочки, влажные волосы и высокие температуры, вообще температуры хоть какие-либо, это два несовместимых понятия. Шипение и дымок, это худшее, что можно услышать и увидеть во время горячей укладки. Так что прежде чем завивать или выпрямлять ваши волосы, обязательно просушите их до конца. Также снести градус по Цельсию до 200. Все, что выше, превращает локоны в продукты горения. И еще одна важная деталь. Не подкручивайте кудри после нанесения лака. Спирт, находящийся в лаке, при нагревании поджигается и плавит все вокруг. Это как бы незаметно, конечно, происходит, но такие волосы не особо будут отличаться блеском в перспективе. Поэтому не завиваем залаченные волосы. Чем ближе мы к финалу, тем грубее эта ошибка и распространеннее она, то есть встречается у большинства девушек. Так вот, на четвертое место я поставила ошибку плохой растушевки тонального крема. Знаете, тональным кремом уже научились пользоваться, мне кажется, все. Ну, по крайней мере, наносите вы на свое лицо. Но вот хорошей растушевкой иногда там вообще не пахнет. Девочки, не забывайте, что наше лицо не заканчивается подбородком и вот этими зонами. Наше лицо это также и уши, и шея. Поэтому, если мы наносим тональное средство, мы должны обязательно выходить на шею, мы должны обязательно уводить растушевку и на уши, хотя бы просто остатками тем, что у вас осталось на бьюти-блендере. Найдите для вас удобный способ нанесения тонального крема. У всех по-разному. Кому-то нравится больше, как наносит кисть, кому-то спонж, кому-то вообще пальчики, потому что при нагревании с продуктом они еще лучше растушевывают средство. Так что не допускайте этой грубейшей ошибки. На третье место я ставлю еще более грубую ошибку. Это припудривание лица несколько раз в день. Я понимаю, что тип кожи у всех разный, и при нанесении тонального средства с утра вам, возможно, потребуется какая-то корректировка того, что вы нанесли в течение дня. Но, девочки, наносить пудру на пудру на пудру в течение дня это не лучший вариант, потому что вот такое частое припудривание запечатывает в коже зловредную микрофлору и способствует закупорке пор. Если кожа жирнится, то лучше воспользоваться матирующими салфетками, которые уберут лишний жир и не испортят ваш макияж. На второе место я ставлю одну из самых распространенных бьюти-ошибок, а именно не мыть кисти. Грязные кисти становятся идеальным переносчиком бактерий на ваше очищенное лосьоном и увлажненное кремом лицо. Ну и во-вторых, конечно же, чистота инструментов влияет на то, как макияж будет ложиться в итоге. Пигменты на кисточке могут перемешаться. Но в первую очередь, конечно же, меня беспокоит тот момент, что они собирают бактерии просто на раз-два, и мы действительно с чистым лицом всегда подходим к макияжу, думаем, что мы молодцы, поухаживали за своим личиком, нанеся там лосьончик или крем. А потом берем вот эту вот кисточку, которая уже в себе имеет хорошее количество бактерий, и давай малевать по чистенькому личику, занося эти бактерии заново себе на лицо. Привет, прыщи! Привет, закупорка пор! Не, надо так делать. И на первое место я ставлю наигрубейшую ошибку. Это использование просроченной косметики. Признайтесь не мне хотя бы, самим себе. Есть ли у вас в косметичке такое средство, которым вы начали пользоваться еще где-нибудь там в школе, я не знаю, сколько вам лет, например, если вы сейчас в 11 классе, то вы его купили, может быть, в 7, или у мамы забрали, или кто-нибудь вам подарил. И вы пользуетесь им достаточно редко, но вы любите этот продукт, поэтому он постоянно перетекает из старой косметички в новую, из старой в новую, и время от времени вы им пользуетесь. Так вот, так делать не нужно. Как и у таблеток, как и у продуктов, которые мы потребляем в пищу, у косметики тоже есть срок годности, и зачастую он не превышает 2-3 лет. Этот печальный факт нужно признать, потому что все-таки это те средства, которые мы наносим прямо на свою любимую кожу лица, и в этом вопросе уж точно нужно быть поосторожнее. Ну что, подборка, конечно, подошла к концу, но если вы думаете, что бьюти ошибок больше нет, и все, вот если мы будем это выполнять, мы молодцы, вообще нет. Я когда писала этот сценарий, у меня просто идеи этих ошибок летели одна за другой. Во-первых, я вспоминала свои ошибки в школе, во-вторых, я просто смотрела даже вокруг на девушек, кто как красится, кто как выглядит, и понимала, что, блин, мы все эти ошибки совершаем каждый день, и у меня ошибок 15 просто от руки написались сразу же. Так что, девочки, если вы захотите продолжение этой рубрики, захотите вторую часть, потом третью, четвертую, пятую, я с удовольствием буду с вами делиться. Надеюсь, что что-нибудь новенькое из этого видео вы узнали, а мы переходим к конкурсу. И в сегодняшнем видео я разыгрываю два косметических средства. Это палетка теней с безумно красивым набором цветов от NYX, а также тушь от DIVAGE 906090. И чтобы выиграть этот приятный тандем, вам нужно всего лишь подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Почему так? Вы можете это сделать, кстати, не выходя из этого видео. Во-вторых, подписаться на мой инстаграм, ник моего инстаграм будет здесь и также в описании. Ну и третье, напиши в комментариях, какую ошибку из этих десяти ты совершала до сих пор. Ну а если ты такая умничка, что ты ни одной этой ошибки не совершала, то напиши тогда новую ошибку, которую я не озвучила в этом видео, но как ты думаешь, очень распространенная и очень грубая. И обязательно не забудь написать свой ник инстаграма в этом комментарии, чтобы мы с тобой связались в случае, если именно ты станешь победительницей. Ну а я вас, красотки, очень сильно люблю, улыбайтесь чаще и не совершайте этих грубейших и убейте ошибок. Пока!